МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваз выкинул на встречку, и он лоб в лоб столкнулся со встречным маном. А потом Лада столкнулась со следующими сзади неё в сторону Твери, Фордом и Волгой. Вот это, вот это, вот это, и всё, тут досталось легко, скажем. Это делалось легко, машина наша. С места аварии ещё до приезда экипажа ДПС пострадавшую женщину водителя ваза в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Из-за скорёженного автомобиля её доставали спасатели. Состояние дороги плохое? Очень плохое. Дорога нечищена была вообще. То есть, возможно, её из-за дороги? Её из-за дороги только и стала таскать. Ехал Соржево, и вот до сюда ни одной службы дорожной не было, нигде ничего не было почищено. В этот день женщина ехала в Тверь из деревни Шалайково Калининского района. К месту аварии подъехал её муж. Говорит, жена за рулём второй год. Состояние дорожного покрытия было крайне неудовлетворительным. Толщина снега составляла порядка пяти сантиметров. Автомобили не выехали на очистку проезжей части. И справиться даже опытному водителю в такой сложной дорожной кнопке было очень трудно. А супругу вашу можно назвать неопытной всё-таки два года, да, за рулём? Да. И, возможно, она просто растерялась в этой ситуации? Конечно. Тут не каждый опытный водитель справится, потому что сложная дорожная ситуация, поворот. Буквально в секунду произошло всё. Автомобиль запрусил и вынесли на встречную полосу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. За её жизнь борются врачи. Месяц назад, 30 декабря, патрульная служба выезжала на другую страшную аварию. На этот же участок дороги Тверь-Ржев. В том ДТП погибла молодая беременная женщина. Тогда легковой автомобиль тоже вынесло навстречу, и он опять же столкнулся с большегрузом. Так вот, на момент той аварии водители также говорили о неудовлетворительном состоянии проезжей части. Ближе к 4 часам дня 5 февраля в Центральный районный суд города Твери доставили 30-летнего Эмиля Байрамова, задержанного сотрудниками полиции. Байрамов находился за рулём автомашины «Киа», которая 3 февраля у театра «Кукол» столкнулась с автомобилем «Фольксвакен». А затем машины влетели в ожидающих разрешающего сигнала пешеходов. Итог той страшной аварии шестеро пострадавших. Один из которых, 50-летний водитель «Фольксвагена» Игорь Каравашкин, скончался в больнице. Его хоронили 5 февраля. 20-летняя дочь погибшего в суд прийти не смогла. Девушка осталась одна. Авария унесла жизнь отца. А в 2015 году она похоронила мать. Она попала в очень трудную ситуацию. Она студент дневного отделения. Обучается платно. Ну и сами понимаете, она одна. Никакого давления на неё не было, не знаете со стороны? Таких фактов мне неизвестно. Но вы считаете, что Байрамов именно виноват в этом ДТП? Ну, мы согласны с мнением следствия. Дело возбуждено. В качестве подозреваемого, мне кажется, он привлечён, обоснован. По словам Сергея Хрящёва, и он об этом заявил в суде, адвокат Байрамова предлагал Каравашкиной частичную компенсацию причинённого вреда. Из 500 тысяч предложенных частичной компенсации ко дню похорон выплачено ничего не было. Адвокат Байрамова просил суд назначить своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и представитель прокуратуры настаивали на аресте. Учитывая то, что Байрамов уже был судим, и его многочисленные нарушения правил дорожного движения. Как вы можете объяснить, что у вас так много правонарушений? Эти все правонарушения сотрудник может посмотреть, это все на трассе, на платной дороге М-11. И они все не больше 500 рублей штрафа. Однако сотрудник прокуратуры пояснил, что нарушения правил дорожного движения были как раз в черте города. На вопрос, на что живёт, подозреваемый сказал, что неофициально владеет салоном красоты в Москве. Прежний бизнес обанкротился. На вопрос, почему в организме на момент аварии обнаружены следы кокаина, Байрамов сказал, что, наверное, это был переизбыток кофеина, так как он принимает препараты для накачивания мышц. И ещё на суде официально заявили, скорость движения КИА на момент аварии составляла 104 километра в час. Хотя в день аварии Байрамов утверждал другое. А сколько примерно вы ехали, скорость не помните? Примерно, может, 72-73. В начале седьмого вечера суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Судом Центрального района города Твери в отношении 30-летнего подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока предварительного следствия. Решается вопрос о переквалификации с части 3 на 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения. Экспертиза установлена, что в крови подозреваемого обнаружены наркотические вещества. Продолжение следует...